Всем привет, это канал АРФМ, и сегодня с вами мы поговорим о том, как определить полу птицы. Тема очень актуальная, потому что, наверное, не проходит и дня, чтобы в птичьей группе не появлялся пост, помогите определить полу попугая. Проще всего, конечно, с эклекторами. Они имеют яркую окрас, различаются окрасы. Самец зеленый, самка лиловая, розовая, как-то, с под каким светом смотреть. Хотя, орнитологи долгое время считали это разным видом вообще попугая. Проще еще с ожереловыми, но после трех лет. После трех лет у самцов образуется вокруг шеи ожерелье. Маленькими определить либо ДНК, либо как-то там заводчики по параформе головы. Что вот у самки такая, у самца такая, и по поведению. Но здесь очень легко можно ошибиться, к сожалению, что и происходит в час, частенько. Затем, по поводу вот таких, как лифсик, ара, кокоду, амазон, ну, очень любые большие птицы, здесь только тест ДНК. Для теста ДНК даются перья. Причем перья выпавшие нельзя брать, нужно только выдирать. Там, по-моему, два больших, средняя и маленькая, ну, как-то так. Честно говоря, мы лифсику так и не сделали, потому что тест недорогой, порядка 10-15 долларов, но мне как-то, не знаю, в какой-то момент стало все равно. Имя как раз такое лифси, в случае, если лифсик снесет яйцо, то будет лифси. То есть, как-то так. Но по поведению самец, самцы более активные, любознательные, все им надо, легче адаптируются. Просто их было в помете трое, второй еще тоже был очень активный, а вот третий была такая наблюдательная птичка, которая так с интересом наблюдает за всем происходящим. Можно определить пол без теста ДНК у волнистика в основном. Но тоже, тут зависит от того, какой возраст у птички, потому что взрослые и птенчики различаются в определенном методе. Точнее, как, метод идет по восковице, просто восковица меняется со временем. Если говорить о взрослых, то у самцов будет ярко-синяя восковица, а у самцов бежевая коричневая. Но это уже взрослые. Так, кто мне там волосы скубил, да? Или пытается мне хвостик завязать? Потом, у птенцов, у птенцов можно определить после 40 дней, но у них очень похожие восковицы, они такие свеженькие, но у самца более однородный окрас восковицы, а у самки не такой однородный, у нее вокруг ноздрей будут кружки. То есть, вот как-то вот приблизительно так определяется. Но это опять же нужно, скажем так, если вы берете птенца у заводчика, то он практически на 99,9% точно определит пол птички. В любых других случаях это вот угадал-неугадал. То есть, многие берут, а потом там мальчика, спустя года 4 этот мальчик, или там какое-то время этот мальчик приносит лицо. И сразу все понимают, что это все-таки девочка. Ну, в общем, тема актуальная, но скажем так, если это очень важно и нужно для разведения, то только Тезенка. Особенно там есть те же Сенегалы, их определить практически невозможно. Может быть, только если у тебя уже колоссальный опыт, то ты уже можешь как-то действительно по форме головы сориентироваться. Но такие простые обыватели, как я, неа, нет, к сожалению. На этом мы сегодня закончим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам за просмотр и за внимание. Счастливо!